МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого матищенского информационная программа «День» в студии Дарья Лузина. Прямо сейчас вы узнаете о самых значимых событиях округа, а вначале коротко о главных темах выпуска. В рамках дня жилищно-коммунального комплекса обсуждалась судьба военного городка в Белениново. Планируем сегодня выполнить работу по ремонту кровель и входных групп, а также от мосток. Наша съемочная группа вышла на улицу и узнала, на каких участках дорог матищенцы хотят видеть качественный асфальт. Вот здесь круг-то где-то, там же просто невозможно. Клуб «Айкидо» в Матищах существует уже 12 лет и является одним из самых крупных в Московской области. «Айкидо» – это звучит загадочно, во всяком случае, для меня. А теперь об этом и многом другом более подробно. В рамках дня жилищно-коммунального комплекса рабочая комиссия посетила военный городок Матища-16. Главная тема – восстановление объектов инфраструктуры. Продолжилось совещание в администрации, где обсудили подготовку к грядущим субботникам. Подробности в первом сюжете выпуска. Попадая на территорию бывшего военного городка в Белениново, будто перемещаешься на несколько десятков лет назад. Несмотря на близость к мегаполизу, здесь ничего не говорит о развитии и благоустройстве. 14 февраля 2017 года эта территория была передана муниципалитету. Но, как выясняется, только на бумаге. На деле из-за бюрократических проволочек этот процесс затягивается. Выездное заседание начали с обсуждения объектов инфраструктуры. Приказ этот не действует. В котельной, как было сказано начальникам котельной, штатное расписание утверждено с штатом котельной. И, собственно говоря, они не получили команду о передаче котельной муниципалитету. Напиши в протокол. Значит, надо приказ министра обороны. Ильцаликов, наверное, подписывал. Отправить в Солнечногорск с письмом, чтобы он дал команду о срочной передаче котельной. В водозаборном узле, наверное, то же самое, да? Что еще там? Кабельные линии уже переданы. КНС. А? Как без хоз. КНС. Потому что действительно они-то что? Они работают, пока им не дадут команду. Так? В каком состоянии котельная? Пока удовлетворительно. Ну, в смысле, к зиме-то мы ее можем подготовить или ее сносить надо? В зиме можно подготовить все, что угодно. Ну, котлы-то там сколько? Котлов три. Работают сейчас два. Какой КПД у котлов стоит? Котлы уже старые. Необходимо мы реконструкцию. 50%? 60, наверное. По словам жителей, изменения к лучшему все-таки есть. Большую часть многоквартирных домов обслуживает управляющая компания КЖУ-4. В этих дворах наведен порядок. Появились контейнеры для сбора отходов. Но за восемь домов до сих пор отвечает компания подведомственное министерство обороны. И там все без изменений. В ходе совещания обсудили дорожную карту предстоящих работ. В первую очередь это ремонт внутриквартальных проездов, дорог, подъездных, пожарных, а также необходимых для подготовки жилых многоквартирных домов. Первое очередное это работы по ремонту кровель, ремонт подходов к подъездам, входных групп, самих подъездов, а также асфальта вокруг. То есть это отмостки и цоколи здания. На сегодняшний день мы составили план и в первую очередную мы планируем сегодня выполнить работу по ремонту кровель и входных групп, а также отмосток. Также планируется ремонт основного проезда, вдоль которого появятся парковочные места. Следующий пункт повестки обсуждали уже в зале администрации. Он касался субботников, которые пройдут 8 и 22 апреля. В ближайшие субботы мытищенцы, желающие внести свой вклад в благоустройство нашего города, могут получить инвентарь на 11 основных площадках. Также его раздачу будут осуществлять управляющие компании. У меня есть четкие 9 адресов, которые по трем управляющим компаниям. При этом на эти 9 адресов уже завезено в сегодняшний день 9000 мешков, 240 лопат, 260 грабель, соответственно перчатки 160 пак, уже завезено, их всего 200 приобретено, как мы договорились. Они уже находятся в 9 пунктах выдачи по каждой управляющей компании. То есть, что касается обеспечения инвентарем управляющей компанией, мы на 100% обеспечим. Основной же субботник состоится 22 апреля. Его участниками станут сотрудники администрации округа, а также работники банков и магазинов, осуществляющих свою деятельность в мытищах. Анна Раченкова, Андрей Капустин, информационная программа. День. Накануне в Совете депутатов городского округа мытища состоялось заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». Обсуждали насущную тему – ремонт учреждений здравоохранения. Подробности в сюжете Анна Раченкова. В рамках программы капитального ремонта 2014-2020 года в Мытищинском районе вошло на 2016 год 6 учреждений, 10 объектов. Из 10 объектов ремонт на настоящий момент закончен по 2 объектам, продолжается по 7 объектам и не начат до сих пор по 1 объектам. С таких неутешительных данных началось заседание фракции «Единая Россия» в Мытищинском Совете депутатов. Конечно, на сегодняшний день сделано многое, но проблемы остаются. И теперь их решение на контроле народных избранников. Так непростая ситуация сложилась в Мытищинской женской консультации. После проведенного ремонта и реконструкции системы вентиляции в помещениях очень душно. Есть и другие недоделки. Главный врач учреждения Людмила Сиротинина отказывается принимать работы. Также большое внимание сейчас приковано к сельскому филиалу городской клинической больницы в Пироговском. Ее ремонт намечен на 2017 год. В этом году заложены средства 22 миллиона на ремонт внутренних помещений нашего филиала МККБ в микрорайоне Пироговский. Хотя мы прекрасно понимаем, что здание позапрошлого века нуждается уже в полностью реконструкции. Сегодня мы будем ставить это в повестку и в план работы, вносить дорожную карту Московской области и просить их, чтобы обязательно это было осуществлено. Выделено колоссальное количество денег по решению губернатора нашей области. И, конечно же, к нам обращаются жители. И только совместно мы можем осуществлять контроль и следить за тем качественным ремонтом, которым будет проходить. Я надеюсь в этом вопросе поддержку на всех жителей городского округа Мытища. Мы ожидаем, пожалуйста, обращайтесь к нам. И мы будем осуществлять и гражданский контроль, и контроль депутатский над этим строительством. И надеемся, что все планы будут осуществлены в этом и последующем годах. А еще до сих пор не приступили к ремонту 4-й детской поликлиники. А в сосудистом центре так и не подготовили помещение под ангиограф. Основные вопросы на этом совещании были направлены в адрес Александра Любимова, руководителя дирекции единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области, который заверил руководителей Мытищинских поликлиник и больниц, что все будет выполнено в срок и в необходимых объемах. У нас существует три задачи. Первая. По тем объектам, как по женской консультации, который был затронут, где у нас не хватает нормальной вентиляции, необходимо срочно составить список работ, которые не выполнены по разным причинам. Недостаток финансирования, неправильная смертная документация и так далее. Для того, чтобы мы эти работы завершили в этом году. И еще одна позитивная новость. Скоро в Мытищах появится новая поликлиника. Учреждение будет располагаться в 25-м микрорайоне. На реализацию проекта только в этом году муниципальные и региональные бюджеты выделили 345 миллионов рублей. Юлия Федорененко, Анна Рыченкова, Денис Петров. Информационная программа «День». В Мытищинской администрации состоялась первая встреча представителей управляющих компаний и общественности с руководителями Московского областного единого информационно-расчетного центра, который вскоре должен начать работу по сбору платежей на территории нашего округа. С сентября в городском округе Мытищи должен начать работу Московский областной единый информационно-расчетный центр. Его внедрение в другие муниципалитеты региона имело как положительные результаты, так и отрицательные. Так во многих округах и районах Подмосковья оплата по счетам ресурсно-снабжающим организациям, минуя управляющие компании, позволила сократить долг до минимума. Но есть и обратная сторона медали. Когда заходила Московский областный другим муниципальным образованием, очень много было недочетов. Мы надеемся на то, что здесь они будут все отработаны до вхождения муниципального образования и не будет проблем ни очередей, ни некорректных выставлений, некорректных сумм в квитанциях выставленных и, соответственно, не будет жалоб от жителей. Период подготовки включает в себя важный шаг – разработку договора, который будет действовать на территории нашего округа. И здесь возникает много вопросов. В первую очередь от представителей управляющих компаний. Николай Теплицкий, директор ГЖУ-4, приводит в пример разницу между ставками управляющих компаний и Московского областного единого информационно-расчетного центра. Ставка, которая устанавливается для вознаграждения МОСОБО УГЕРЦ, она отличается и отличается в большую сторону. Не требивайте друг друга. В большую сторону. То есть на сегодняшний день, если в среднем у нас составляет рубль 23 с квадратного метра, и при вашем договоре сумма вашего вознаграждения возрастает в два раза, в размере плата за содержание это не предусмотрено. Второе, также вы берете, если отдельно у нас не взимается с нас оплата за работу с должниками, нашим расчетным центром, то у вас эта ставка зависит, значительно увеличивается, и в зависимости от годов домов и должности промежутка вот этого долга. То есть она доходит практически до 50% от полученных средств. Недовольство высказывают и жителям. Договариваться необходимо на берегу. Да вот только пока сдвигов нет. Уменьшение ставки Глеб Латыпов, заместитель директора МОСОБО УГЕРЦ, назвал невозможным. Данный проект реализовывается, это не наше внутреннее хотение или еще что-то. Мы такие же наемные специалисты, такие же фактически служащие в рамках исполнения тех задач, которые реализуются сейчас в правительстве Московской области, также в Сецелло и по стране. То есть мы либо делаем эту работу хорошо, либо я у вас уверяю, что мы на этой работе не находимся. Поэтому реализовать данный сложный проект невозможно без вашего, соответственно, участия. Потому что именно только в рамках обратной связи мы имеем те самые возможные как раз-таки поправочные корректировки для приведения нашей работы до идеального состояния. Общественность Мэтищ требует гарантий. Сколько пунктов приема платежей будет открыто в нашем округе? На этот вопрос пока ответа нет. Учитывая, что на сегодняшний момент сборы коммунальных платежей в Мэтищах достигают 99%, активистами совместно с представителями управляющих компаний решено создать рабочую группу, которой предстоит отстаивать интересы мэтищенцев по вопросу сбора платежей в нашем округе. Анна Раченкова, Денис Петров, информационная программа «День». В военном комиссариате городов Мэтища и Королев Московской области подвели итоги осенней призывной кампании и наметили планы на 2017 год. Так, с 1 апреля уже начала свою работу призывная комиссия. Подробности у моей коллеги Аллы Сталаевой. Прежде чем обсудить вопросы по весеннему призыву 2017, участники комиссии подвели итоги осенней кампании. Так, до 31 декабря 2016 года в призывную комиссию были приглашены 1180 человек. По итогам всего, еще раз повторяю, прошли медицинскую призывную комиссию 1176 человек, из которых предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 768 человекам. Это составляет более 65%. Это категория граждан, как правило, граждан, которые обучаются в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Освобождено от призыва на военную службу 213 человек, что составляет чуть более 18%. Это та категория граждан, которые, как правило, по медицинским основаниям не могут проходить военную службу. Призвано и отправлено вооруженные силы 168 человек. Задание по призыву граждан на военную службу осенью 2016 года выполнено в полном объеме. 137 человек направлены на вооруженные силы Российской Федерации и 31 в другие воинские формирования. Всего на заседании медицинской призывной комиссии весной 2017 года планируется вызвать 910 человек. Как я уже сказал, это граждане, которые достигли возраста 18 лет, а также те граждане, которые по различным основаниям утратили право на отсрочку от призыва на военную службу. Об итогах работы медицинской комиссии военного комиссариата городов Мятищи и Горолев доложил врач-серапевт Александр Васильев. По структуре заболеваемости, которых мы освободили от армии, это на первом месте заболевание костно-мышленной системы 69 человек, болезни, органы коробращения, здесь гипертонические болезни, заболевания сердца и так далее. Это 30 человек, на третьем месте стоит бронхиальная астма 16 человек, психические заболевания 15 человек, заболевания нервной системы 12 человек. На расширенном заседании призывной комиссии прозвучали доклады о работе всех структур, задействованных в подготовке призывной компании, здравоохранения, межмуниципального отдела МВД России Мятищинская. Совместные успехи в работе уже отмечены на уровне Московской области. Я подтверждаю, что на полосном сборе 28 марта делегации от Мятищ, а мы были военный комиссар, я и Сергей Евгеньевич от Мятищ. Также от каждого муниципального образования присутствовали военный комиссар, руководитель призывной комиссии и руководитель из системы МВД, который отвечает за это направление. На этом сборе нам было не стыдно присутствовать, поскольку Максим Владимирович отметил это дело, сказал о том, что нигде в отрицательных моментах в докладе военного комиссарата Московской области мы не были названы, а как положительный пример очень-очень часто звучали. Сейчас молодые люди проходят медицинскую комиссию и оформляют все необходимые документы. О своих предпочтениях службы в вооруженных силах они поделились и с нашей съемочной группой. Внутренние войска хотел. На самом деле очень хорошая часть 55-й дивизии внутренних войск, хорошая подготовка, правильное питание, хорошие тренировки. То есть очень хотелось бы туда попасть. Я бы хотел служить в спецназе, в морфлоте и в таких каких-нибудь не связь, такие не хочу. Каждый должен отдать долг Родине. Это обязанность, как я думаю. И я буду тоже отдавать долг Родине. Весенний призыв только начался, а многие ребята уже готовы к службе в армии. И отрадно, что жители нашего муниципалитета ответственнее стали подходить к этому вопросу и осознают, что служить Родине и защищать интересы своей страны особенно почетно. Алла Сталаева, Денис Петров, информационная программа «День». В предстоящие православные праздники мытищенские полицейские готовятся к усилению. О мерах безопасности, которые будут действовать на территории нашего округа, нам рассказали в Межмуниципальном управлении МВД России «Матищенское». Вербное воскресенье, Пасха и Красная горка. Подготовка к религиозным праздникам уже началась. Богослужения с участием прихожан пройдут в 29 мытищенских церквях и храмах. Также жители нашего округа будут посещать кладбища. Их на территории округа 12. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 20 тысяч граждан. Для обеспечения безопасности в эти дни личный состав Межмуниципального управления МВД России «Матищенское» переведен на усиленный вариант внесения службы. На предстоящих выходных и 23 апреля при проведении мероприятий, связанных с Вербным воскресеньем и Красной горкой, на охрану общественного порядка будет задействовано по 138 сотрудников Матищенской полиции. На обеспечение безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий и по маршрутам следования участников задействовано по 46 сотрудников АГИБДД. В пасхальные дни 15 и 16 апреля будет задействовано 385 сотрудников полиции и 92 инспектора ГИБДД. Совместно с представителями правоохранительных органов службу будут нести казаки Матищенского хуторского казачьего общества. Все объекты проведения массовых мероприятий обследуют кинологи со служебными собаками, обученными на поиске и обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств. В местах проведения мероприятий предусмотрен досмотр граждан. В этих целях наряды будут экипированы ручными металлодетекторами. На случай необходимости досмотра лиц женского пола в составе нарядов предусмотрены женщины-сотрудницы. Обращаемся к жителям и гостям города Матища. В период проведения мероприятия необходимо соблюдать спокойствие и порядок, не допускать противоправных вмешательств в деятельности органов власти и транспорта, объектов связи, промышленности и энергетики. Анна Рощенкова, Андрей Капустин, информационная программа «День». А сейчас снова о дорогах. Еженедельно в выпусках новостей мы рассказываем о планах по ремонту магистралей и конкретных адресах, где эти работы ведутся сейчас. Сегодня наш сюжет основан на мнении горожан. Съемочная группа первого мытищинского вышла на улицы и узнала, на каких участках дорог мытищинцы хотят видеть качественный асфальт в первую очередь. Любая дорога, вне зависимости от принадлежности организациям федерального, регионального и местного подчинения, должна соответствовать необходимым требованиям, а попросту быть качественной. Но, к сожалению, такая идеальная картина бывает не всегда. Ямы, выбоины, затрудняющие ход движения, возникают неоткуда и сразу становятся заметны весной. Жители города без раздумий называют проблемные места в городе. Улица Беловородова, вот напротив Рупасово, где вот там вот, там очень плохая дорога. Эстакада постоянно разбита. Вот сейчас ее сделали, сделали зимой, надолго и хватит этой дороги или нет, тоже неизвестно. Ну, в целом, в остальном вроде бы ничего. Но вот эти, просто где я чаще всего езжу. Как вы оцениваете состояние дорог в нашем городе? Плохое. Ужасное просто. Я езжу только по Каргина, и здесь. Вот здесь круг-то где-то, там же просто невозможно. Мне нравятся все дороги, но есть места, где нужен ремонт. Какие? Вы можете предсказать? Около Сбербанка, центрального, около остановки автобусной. Одной из главных проблем в городе является мост через железнодорожные пути на Олимпийском проспекте. Он возглавляет рейтинг жалоб от мытищенцев. Хотя недавно дорожные службы покрыли толстым слоем асфальта одну половину моста, по направлению от Ярославского шоссе к центру города. Ситуация изменилась не сильно. За эстакадой с той стороны дорога разбита. И туда дальше, прямо. Ну, у нас без конца копают, ремонтируют. Я даже не знаю, зачем. Вот, посмотрите. Вот здесь у нас сделали дорогу. Тоже были колдобины. На колдобины спасибо сделали. Тоже приятно. В 2017 году запланировано отремонтировать более 130 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сюда включены дороги общего пользования, включая сельские, внутриквартальные проезды и тротуары. Управлением капитального строительства мониторинг дорог общего пользования проводится ежедневно. В настоящее время уже выполнен ремонт по 23 адресам городского округа Мытищи. Скоро планируется приступить к капитальному ремонту двух мостов. В их числе истокады по Олимпийскому проспекту. Работу по ее реконструкции планируют начать ближе к лету. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День». К участию в тотальном диктанте 2017 готовится сотни тысяч человек по всей стране. Он будет проведен в 734 городах. Проверить себя не помешает никому. И тем, кто ежедневно работает с текстами, и тем, кто хотел бы восстановить свои знания, полученные в школе. Первыми испытали свою грамотность журналисты. Сознаемся, русский язык не самый любимый в школе предмет. Многое остается неусвоенным. На студенческой скамье тоже некогда восполнять проблемы грамотности. И получается, что пишем мы как бы вслепую, то ли с ошибками, то ли нет. С этим часто сталкиваются журналисты газет. Они ведут переписку с читателями, знакомятся с массой других документов. И таких тоже. Мы в управлении нашего дома пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. Это, конечно, смешно. Но только до тех пор, пока чей-то безграмотный текст не испортит реальное дело, потому что его не поняли. И такое тоже бывает на практике. Хотя и редко. Ты чего написал? Кельняшка через букву И, шинель через букву Е, а ботинки вообще? Ты чего, Легкоступов? Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова. Их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочие святоки. И все это великий русский язык Легкоступов. Ты меня понял? Так точно, товарищ командир. Если б мне в школе бы так доходчиво. В редакции газеты работа над будущим номером не прекращается ни на минуту. В родниках часто пишут о проблемах образования и, конечно, не могут не видеть, как снизилась грамотность в последние годы, даже на бытовом уровне. Стало намного меньше качественного чтения. Но кто-то должен о нем напоминать. Газета сегодня, она могла бы быть таким вот напоминанием о грамотности? Она должна быть. Но насколько мы соответствуем этому, судя читателю, не нам. Мы очень стараемся, честно. Редакция провела свой предварительный диктант. У журналистов большой практический опыт, и было бы наивно думать, что они повторят ошибки студенческого уровня. Тем более, что по общему мнению не лучшую роль играет с молодым поколением слепое подчинение компьютеру. Навык это не получает, потому что ты не осмысливаешь сам. А когда ты сам ставишь, а не смотришь, что у тебя здесь запятая стоит, или здесь подчеркнуто какое-то слово, ты автоматически это, на автомате это делаешь, а не осмысленно. Компьютеризация, клиповое мышление, конечно, влияет на язык, но грамматика-то остается прежней. Сложные предложения. Так писали в 19 веке, так мы старались еще писать в 20 веке. Сегодня, как говорит Анна, у нас есть стремление к упрощению. Это влияет на уровень грамотности и молодых людей, и постарше, в общем-то, всех нас? Влияет. А как же. Не разбирают части речи совершенно, не подлежащие, несказуемые, ничего не понимают, где здесь прилагательное, где есть причастие, где причастие. Вообще структура языка нарушается. Что не говорим, а уровень грамотности говорит о зрелости и жизнеспособности всего общества. Так что писать диктанты надо бы всем. Писать и учиться на своих ошибках. И опять писать. В Мэтищах тотальный диктант напишут 8 апреля в 14 часов в школе Скорочтения по адресу улица Юбилейная, дом 30. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Клуб Айкидо в Мэтищах существует уже 12 лет и является одним из самых крупных Московской области. За эти годы обучение прошли тысячи учеников, подавляющее большинство из которых дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет. Чем так привлекателен этот необычный вид единоборств узнал Сергей Берзин. Почему необычный? В основу Айкидо положен принцип отказа от агрессии. Если в других единоборствах в основу положена схватка, которая может привести к травме противника, то в Айкидо агрессия нивелируется. Мастер Айкидо во время нападения использует силы противника против него самого. Сам же остается в духовном равновесии. Человек, занимающийся Айкидо, он не будет первым нападать. Вот. Он ждет атаки в жизни от противника на татаме у нас партнеры. У нас нет соперников, мы не выясняем кто лучше, кто хуже. Айкидо, это звучит загадочно во всяком случае для меня. Чтобы понять мир Айкидо, надо заняться им и чем раньше, тем лучше. В Айкидо приходят с пяти лет. Многие отдают предпочтение именно этой дисциплине, а не состязательным и контактным видам из-за низкой травмоопасности. Кроме того, Айкидо присущи аккуратность и изящество. Хотя новички в первую очередь учатся привыкать к порядку и дисциплине. У нас разные приемы бывают, очень много приемов. А что самого сложного? Экзамен сдавать. Показать свои навыки получается не у всех. И дело не в разных весовых категориях. В Айкидо мастер одолеет куда более крупного соперника. Но мастером еще надо стать. Они пытались сделать технику под названием КТГЭШа. Один из базовых приемов. Как и любой вид единоборства, он требует прежде всего дисциплины. Чтобы добиться что-нибудь серьезного, надо прежде всего побороть собственное эго и подчиниться своему тренеру, учителю. Через 2-3 года мы их не узнаем? Ну, нет, не узнаете. В Матищах Айкидо преподают высококвалифицированные тренеры, имеющие степени от 2-го до 4-го дана. Они проходят стажировки в Японии, во всемирно известном центре Айкидо Хомбу-Додзе. И многие отмечают, что Айкидо, несмотря на свои восточные корни, как никакое другое боевое искусство, близко нашим людям. Агрессия противника подавляется его же агрессией. А еще лучше, используя приемы, не наносящие вреда противнику, мастер заставляет нападавшего отказаться от своей затеи. Это и есть путь гармонизации духа. Айкидо. Сергей Берзин, Андрей Капустин, информационная программа «День». На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации смотрите на сайте Первого Матищенского и в нашей группе ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды и важная информация в рубрике «Телетайп». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, приглашаем вас на наш спектакль «Однажды вечером» Ждем вас! Вот лежит вдоль стенки удлинитель, тут розетка, штепшель, пара тройников. Между ними провод белый и красный и синий. Что еще там, разобраться нелегко. Разобраться нелегко, но вывод ясен. Электричество не шутки вам, друзья. Здесь сопротивление возрастает, а растрачивать энергию нельзя. Если вы опаздываете на поезд, есть способ его задержать. Нужно просто позвонить в полицию и сообщить о том, что на вокзале заложена бомба. Правда, цена высокая. Пять лет лишения свободы. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается наказанием до пяти лет лишения свободы. Согласно статье 207 Телеканал «Первый мытищенский» объявляет сбор средств на лечение ребенка. Беда пришла в семью запасовых неожиданно. Маленькой Катюше два года и девять месяцев. У нее легочная недостаточность второй степени. Девочка не может самостоятельно дышать и постоянно подключена к аппарату искусственного дыхания. Сейчас Катя находится на лечении в Морозовской детской больнице. Ей необходима пересадка легких и лечение за границей. Стоимость дорогостоящего лечения оценивается в 130 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. В семье запасовых двое несовершеннолетних детей. Работает только папа. Тем временем фиброза легких растет и девочке становится хуже. Маленькую Катю можно спасти и собрать необходимые средства на лечение. Для этого необходимо перевести деньги на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Просим вас не быть равнодушными, ведь даже маленькая сумма может оказать большую помощь. Администрации городского округа Мытищи организуются маршруты экспресс с предоставлением бесплатного проезда для всех жителей. С автовокзала города Мытищи на Олимпийский проспект, Волковское шоссе, Волковское кладбище и обратно пассажирские перевозки будут выполняться автобусами большого класса с 9 до 15 часов в Вербное воскресенье, на Пасху, на Красную горку и в День Победы. С автовокзала города Мытищи на МКАД, Перловское кладбище, Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Олимпийский проспект на автовокзал Мытищи. Пассажирские перевозки будут выполняться автобусами малого класса с 9 до 15 часов в Вербное воскресенье, на Пасху и на Красную горку. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища 27 марта 2017 года номер 1421 будет осуществлена выплата единовременной материальной помощи бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющим постоянное место жительства на территории городского округа Мытища к Международному дню узника в размере 3000 рублей за счет средств бюджета городского округа Мытища. Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан или через Мытищинский почтамп в соответствии с порядком получения пенсии. Чистый двор, чистая совесть. Под таким девизом 8 и 22 апреля в городском округе пройдут традиционные субботники. Уважаемые мытищницы, приглашаем вас принять активное участие в благоустройстве любимого города. Адреса выдачи инвентаря вы найдете на официальном сайте городского округа Мытища, а также в газетах «Родники» и «Неделя в округе». Уважаемые жители городского округа Мытища, рабочая группа общественной палаты Московской области по формированию новых составов муниципальных общественных палат продляет срок приема документов до 7 апреля 2017 года включительно. Подробную информацию можно получить по телефону 8 498 602 09 30 и 8 903 175 40 86. 8 апреля 2017 года в Мытищах состоится тотальный диктант. Его цель – заставить людей задуматься, насколько они грамотны и привить желание эту грамотность повышать. Площадкой проведения тотального диктанта 2017 выбрана школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007, которая находится по адресу город Мытища, улица Юбилейная, дом 30. Начало диктанта в 14.00. С 3 апреля по 3 июня 2017 года в Подмосковье вновь пройдет акция «Пассажирский контроль стрелки», направленная на повышение качества обслуживания пассажиров Московской области. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зафиксировать нарушения, например, отсутствие информационного стикера на транспортном средстве или отказ водителя принимать к оплате карту на фото или видеокамеру гаджета. В сообщении указать дату, время проезда на маршруте и номер карты стрелка. После направить всю информацию по доступным каналам связи, социальные сети, мессенджеры или почта. Самым активным участникам акции будут вручены памятные призы от команды «Стрелки». Подобные условия участия в акции размещены на сайте стрелкокарт.ру в разделе «Новости» и в социальных сетях «Стрелки». 7 апреля с 10 до 17.00 на территории спортцентра СК «Строитель» будет проходить фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «День ГТО». Для участия необходимо направить предварительную заявку на адрес электронной почты «ГТО.МЫТИЩИ.СОБАКА.Яндекс.РУ» с обязательным указанием фамилии имени отчества УИН-номера, полученного на сайте «ГТО.РУ» и возраста, а также иметь оригинал медицинской справки о допуске. Контактные телефоны 7-926-919-76-67 и 7-963-682-21-55 Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит ежегодный конкурс граффити на территории Московской области. Его тема в 2017 году «Экология в красках». Конкурс проводится с 4 апреля по 4 июня 2017 года. Для участия необходимо прислать фотографии работ, размещенных на открытых поверхностях в муниципальных образованиях Московской области, с указанием адреса и контактных данных заявителя срок до 21 мая 2017 года. В конкурсе принимают участие как индивидуальные участники, так и команды. В установленные сроки с 4 апреля по 21 мая необходимо подать заявку анкету с фотографиями рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту в срок до 21 мая 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова